Внешний вид спиннинга, если вы со мной пошли бы в магазин, я бы сказал, что ну да, возьмите за такие деньги, возьмите, не пожалеете, вроде бы спиннинг неплохой. Полный отзыв об этом спиннинге я оставлю уже летом, где-то в июле, когда вернусь с Ахтубы, и если кто-то осенью поедет, те дождутся. Ну, так, говорю, визуально спиннинг неплохой. Все, друзья мои, надеюсь, я на ваш вопрос тоже ответил, какой бюджетный спиннинг для троллинга можно взять, какой порекомендуешь. Пока рекомендовать я конкретно, опять же, не могу, но если бы в магазин будут месяцы, они пришли, я бы сказал, да, берите. Всем привет, друзья мои, с вами Дивер, и сегодняшней темой нашего видео будет троллинговый спиннинг, бюджетный троллинговый спиннинг, о котором вы многие так часто спрашивали и просили посоветовать какой-то бюджетный троллинговый спиннинг. На этот спиннинг я еще, правда, сам не ловил, но если бы я пришел в магазин покупать себе бюджетный троллинговый спиннинг, я бы себе его взял. Сейчас я вам покажу его поближе и расскажу, на что это реплика, а это именно реплика на именитый бренд от Блэк Холла, на Интерцептор. Итак, друзья мои, встречаем, это Ачап или Эчап от марки Каида. В моих руках троллинговая палка 2.10 с тестом 50-150 от Каида, модель Эчап, а точнее Эчап XP BOAT 2.10. А теперь мы их сейчас сравним реплику и оригинал от Блэк Холла. Посмотрим поближе. Вот, друзья мои, это Каида. Это Каида практически полная копия интерцептора от Блэк Холла. Сейчас я вам переверну правильно, наверное, вот так. С тестом 50-150 размер есть и 2.10 и 2.40. Я себе взял и 2.10 и 2.40. Цена на этот спиннинг на сегодняшний день в районе 2.500, скажем так. Где-то подешевле, где-то подороже. Вот он, сам оригинал. Оригинал мы сломали на последней нашей поездке на Волге на базе поймы. Как вы видите, спиннинг полностью идентичен. Ну, не считая того, что один немножко потемнее, другой посветлее железное крепление. Ну, а здесь вообще поражает полное сходство. Единственное, интерцептор 2.10 с тестом до 100 грамм. А у Каиды все тесты 150 грамм. Еще один момент. Немножко вот на самом холосте идет различие по установке колец. Но расстояние одинаковое. Просто они немножко у Каиды смещены вперед. На интерцепторе немножко раньше установлены кольца. А у Каиды... Как бы немножко повыше. Но идет ровно с одинаковым диапазоном. Качество установки колец меня тоже удивляет. Все реально качественно. Все залито. Нигде никаких потеков нет. Качество колец отличное. Сейчас я вам показываю Каида. Вставочки, как вы видите, обалденные все. Не знаю, какие-то сиковские, фуджевские или какие. Никаких опознавательных знаков я не вижу. Но также на интерцепторе тоже я ничего не вижу. Сейчас посмотрим поближе. Качество заливки довольно-таки грамотное. Оплетка лапки кольца тоже отличная. Вот тюльпанчик. А теперь я вам покажу сломанный тюльпан Black Hole. Кольца, друзья мои, такое ощущение, что просто с одного завода. Поближе к Black Hole посмотрим. Теперь Каида. Друзья мои, я никаких отличий вообще не нахожу. Сломанный банк Black Hole. Вот они, два рядом лежат. И узнайте, кто из них кто. Короче, друзья мои, качество мне очень понравилось. До новых встреч. Душа, девочки. Так иди не ночи. Как они хотите уничтожить. спиннинг довольно таки упругий скажем такого быстрого сверхбыстрого строя вот так принципе будет загибаться под халкой на течение я думаю вот так спиннинг очень чувствительный отдает в руку мое тело спиннинг 210 с тестом 150 грамм на каид нам доводилось и раньше ловить ловили мы на каиду concord это реплика на shimano best master троллинговую серию ссылки под видео я тоже оставлял описание этого спиннинга вот в интернете можете поискать тоже вполне неплохой спиннинг но concord это более такой жесткий ближе к халкам таким ну не к маленьким облерочкам а этот спиннинг каида и чап или а чап точно я не знаю их назвать xp bo 210 этот полный аналог реплика на как раз интерцептор хлыстики я пытался подобрать от каиды чтобы заменить вот вместо этого сломанного но не подошло каин да как каидовский бланк он толще возможно из-за того что это до 100 грамм а это до 150 грамм скорее всего так качество чехла конечно не очень ну в каком плане не очень довольно таки прочный нормальный чехол просто он не бархатный как у скажем блэкова обыкновенный такой чехол такая плащевка хорошая прочная блэкова липучка у каидовского сверху завязка и снизу завязка вот такая палочка ну что друзья мои надеюсь этот видео обзор тоже был полезен и многим он пригодится сразу говорю если бы я пошел в магазин покупать себе бюджетный спиннинг я бы его взял сам лично я его на воде пока еще не тестил но но не просто же так я себе его взял так что друзья мои ждите у меня в руках на речке будет этап с этим этапом я попытаюсь ловить троллинговать и буду вам рассказывать как он себя ведет если он не понравится местом с первых пяти дорожек я его тоже сторону и скажу нет друзья мои на такое ловить я не буду но если я продержусь весь отпуск друзья мои это спиннинг значит стоящий ну что друзья мои или ждите тест спиннинга с воды и мои отзывы о нем или смелее идите покупайте визуально вполне достойный в зависимости наверное на какие приманки вы собираетесь ловить все друзья мои всем рыбацкой и жизненные удачи пока